По словам представителя Роспотребнадзора, эпидситуация на территории области стабилизировалась и вышла на плато по заболеваемости. Уже больше двух недель суточный прирост заболевших COVID-19 остается на одном уровне. На это тут же среагировали городские больницы. Постепенная стабилизация эпидситуации позволяет выводить часть коек под плановых пациентов. В зависимости от эпидситуации, процесс перепрофилирования коек идет у нас постепенно и очень осторожно. С 1 сентября у нас открылся на плановый прием областной центра специализированной медицинской помощи. С 9 числа у нас открывается на плановый прием Суздальской районной больницы. И мы планируем, если будет все нормально, открыть еще и Судогодскую. Разворачиваем больницу на плановый прием. 230 тысяч человек в регионе уже закончили вакцинацию. Еще 50 тысяч ждут приема второго компонента препарата. План по вакцинации в регионе исполнен на 33%. Тем не менее, Владимирская область находится на одном из последних мест по процентному отношению привитого населения к непривитому. И вот сейчас, если брать статистику, то Владимирская область, если брать список регионов Российской Федерации, занимает 81 место по вакцинации. Это говорит о том, что мы практически в конце списка. Хотя мы об этом говорим очень давно. Мы, жители Владимирской области, очень долго думаем, очень долго принимаем решения. Читаем недостоверную информацию. Передаем ее из уст в уста. По статистике Роспотребнадзора, из 5000 заболевших коронавирусом владимирцев, 40% знают, что заразились в семье. 15% контактировали с коллегами по работе. 5% связывают свое заболевание с посещением общественного транспорта. И только 4% не знают, где могли заразиться. Тем временем, вакцина продолжает крупными партиями поставляться в регион. На прошлой неделе, в преддверии учебного года, во Владимир поставили 120 тысяч доз-комплектов. Там у нас и вакцины, и Пивак Корона, и Спутник Ви, и Спутник Лайт, Ковивак. То есть все вакцины, которые у нас зарегистрированы на территории Российской Федерации, все имеются в пунктах вакцинации. Также в область уже поступили 140 тысяч доз вакцины от гриппа. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа можно будет сделать только спустя месяц после введения второго компонента вакцины от COVID-19.